Никогда не прячьтесь, всегда будьте открытыми. Вы всегда должны показывать, что вам нечего таить, что вы уверены в себе, вы можете уговорить кого угодно на что угодно. С такого совета начал свой мастер-класс по искусству быть ведущим известным во всем городе спикер и шоумен Макс Радман. Второй – больше читать вслух. Это поможет правильно расставлять акценты и говорить размеренно. Последний совет очень пригодился студентке колледжа Юлии Куликовой. Попасть на такой мастер-класс она мечтала давно. И именно к этому спикеру. Однако его появление в школе ведущих для девушки стало все же сюрпризом. Я не думала, что он здесь будет. Я просто, я вот эти все дни, я не обращала, кто будет последний. И когда я сегодня увидела, просто смотрела, что будет Макс Радман, у меня просто слезы на глазах. Я очень рада была. Радман не разочаровал. За час поделился секретами успеха хороших ведущих и на примерах. Показал, что путь открыт для всех и получить признание в этой профессии смогут даже те, у кого есть дефекты речи. Если правильно себя подать, как это делал известный бывший радиоведущий Александр Логопед. Кто-то либо Саше подсказал, либо он сам сообразил. И он стал изображать еврея. В эфире он был таким Абханом. Он говорил все эти словечки такие и так далее, про Дейсу, про Израиль и все остальное. Это было смешно, прикольно. Организовала школу ведущих городское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи. Чтобы попасть на проект, благовещенским студентам пришлось убеждать организаторов в искренности своих желаний. Когда я видела, что вот эти 40 человек, которые мы отобрали, это прям самые интересные анкеты, где я читала и думала, блин, вот ему надо сюда, потому что вот он действительно хочет. Я им верила, ну и, соответственно, они здесь. Для тех, кто сегодня здесь, такой мастер-класс – отличный опыт для старта в профессию. Однако, как отмечают знающие и ведущие, при всем при этом никто не отменял постоянной самостоятельной работы над собой. Если кто не задумается и решит, что это волшебная пилюлька, которую он съест и сейчас же станет крутым ведущим, ничего не получится. Все зависит только от собственного желания, все в голове, от мотивации. Алена Лепкалова, Денис Лугов, программа «Город».